Добрый день дорогие друзья, я рада вас приветствовать на моем канале 250 вариантов вышивки. Сегодня мы будем изучать новый урок вязания на вилке. Вот у меня есть такая вот вилочка тройная, вот такие нитки и ножнички. Сейчас мы научимся как правильно ее пользоваться. Сейчас я вам покажу как ей правильно пользоваться. Сначала вытягиваем эту палочку, потому что она нам пока не понадобится. Ставим здесь рядышком. Ставим вилочку сюда, берем ниточку, вот такие кусочки. Берем таких, сколько? Два кусочка таких, одинаковых. Вытяжаем ножничками. Один кусочек, еще один такой еще. Вот. Отрезаем нитку. Вот. Ну, желательно по размеру одинаково. Вставляем это сюда, это сюда. В этой вилочке мы видим, это вилочка, ну, заводская вы поняли, да, что это не самодельная, а заводская. Так как это заводская вилочка, здесь свои причуды, как говорится. Как видите, есть две дырочки. Она дырочка, и другая дырочка. В эти дырочки мы будем продвигать ниточки, вот так вот. И завязывать вот здесь одну ниточку. Вот, и здесь другую. Также такую вилку можно сделать самому, в домашних условиях. Можно сделать из проволочки, согнуть по квадратикам и все. И пользоваться такой вилкой. Вот, завязываем еще одну веревочку. Вот. Вот такие две веревочки мы завязали на вилочке. Вот это, как ней пользоваться. И потом мы берем эти веревочки. Вот эти веревочки берем аккуратненько. И продвигаем эти дырочки. Вот так вот, чтобы они нам не мешали. Вот так вот. Это первый урок вязания на вилке. На первом уроке мы показывали вам, как ей пользоваться, как приготовить вилку до вязания. На следующем уроке мы будем уже показывать, как неправильно пользоваться, как вязать. И как уже можно делать изделия из... Какие изделия могут получиться из такого вязания. Спасибо большое за просмотр нашего урока. Вязание для начинающих. Всего доброго. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.